вы меня простите пожалуйста но у меня похоже больше сортов чем у вас вот так здорово вот вот этот человек вот вот здесь кончается и я не могу поздравляем у него больше у меня только вниз кузбасса и я тогда зачем сделал ну нажимал короче там ничего нет пустая страница вот это вот если награды неудобно всех подставлять вроде злучий побеждений похвастался что ли больше а тут получается так вот сейчас вы включаете телевизор взяли вы видели что творится только про морозы разговоры по 40 за 40 по 40 за 40 и тогда получает что да а дальше еще холоднее вот помериться бы это самое допустим в следующей осенью я 30 лет ждал когда у меня замерзнут абрикосы и у меня был такой случай ребят я могу поговорить потому что это тоже теме случае с кузбассом значит однажды в моих газетах там где я был лидером по печатным делам вот 100 100 выпусков 100 моих статей нормально вот и вот один товарищ значит он взял и напечатал статью значит у у него заплодоносили абрикосы яблони груши чет еще вроде бы как молодой сад и в другом уровне какое он статью у меня же все это есть это все архив целое дело что стоит искать это целый день нужно вот и вот написал следующий так вот я теперь утверждаю что это все ну и ходи всех пиральцев питерцев то москвичей давай круче там у нас оказывается все растет ближайшую силу его сад был уничтожен морозом и тогда он взял и запечатал статью не скрывая этого статья была такая злобная я еще потом звонил это планирование главный редактор развод такой писатель сколько людей руки отсохнут теперь никто не станет садовством заниматься то есть там уже было а тут да пропади она вы понимаете вот это и было такое а сейчас страшная история повторяется и многое потерь будет потери будут огромные и тогда я решил давайте продолжать во-первых чтобы вот это вот блядство извините я уже применил такое слово но оно не считается это я когда-то даже пытался узнал истинное значение слова блять это греченых якобы все нибудь нибудь так так вот чтобы вот это то и мы обязаны вот это то что вы и это то что вы она же учат вот он это клей вот он и спасет ничего не задержит вот поняли меня да и вот этот случай вспомнил вот и наконец насчет количества сортов я пример привожу когда-то великий великий юмор сделал яйца фребраже ну яйца естественно искусственные они были покрыты тончайшей работы то есть бриллиантами и так далее так далее назывались яйца фребраже одно яйцо наверное все стоит ну допустим миллиард рублей а куриные десяток стоит 100 150 рублей правильно а там одно миллиард чувствуете разницу так вот зачем было вот так писать если пущу написали где вы живете вот и вы сказали валерий константинович вот мой урожай вот это был разговор на то у меня больше сортов учете больше назад я 30 лет сам когда мой сад замерзет а вот это вот один из своих учеников вот фамилия у него капустин живет на алтае так вот вы видите вот эти фотографии это моя за летние сеянцы теперь уже не мои теперь уже его великолепно место как я понял великолепно вот почва лучше не бывает знаете может вылезти на 30 сантиметров и все еще какая почва вот а здесь все складно а почему я показываю ну когда ты уважаемый коллега говоришь у вас больше сортов чего нет брать каждая из этих сеянцев у капутина это уже сорт образцы раз второе это можно считать моих а можно считать что это моё и еще сотни садов так у кого больше а а тут захотелось похвастаться так просто и по-настоящему вот железу капустину вот у капустин лучшего меда не ел в жизни я специально это вставил почему вот это действительно факт это человек потратил много денег он потратил 800 рублей чтобы эти несколько килограмм мёда пришли ко мне посылки 800 рублей на пересылку и тогда я сказал себе наверное я хоть его тоже много чего слал наверное все таки это лучший мед который я ел луя таборетка разбирать так вот это взял и скопировал алтайский край алтайский район село сараса и из вредности это жена капустина капустина елена агафановна из вредности вставил телефон а знаете зачем как борьбы кто-то из соседей с вами подружиться может вы вместе будете тащить это это благородное дело с удовольствием а может быть и другой к концу страны кто-то позвонит это меня никто не уполномачивал и скажет да я готов понять это 500 800 или 1000 рублей заплатить за пересылку продайте мне меда уж поверьте мне я знаю что говорю какой мед это моя как бы маленькая благодарность я очень надеюсь что елена гофодовна и муж чины они еще и пчеловоды что они меня ругать не будут вот за эту невольную рекламу так дальше поехали ой сегодня письма в этом с вами ой какие письма серьезные я вам даже заранее сочувствую может быть надо быть что попроще добрый день группа садоводства по железного имея у себя в саду достаточно привычный материал а подвоев нет пока рядом лес заброшенная дачи вот это я всегда тут же мне сразу шерсть дыбал заброшенная дача этого это самая ценная вещь вот хотел узнать именно у опытников о о совместимости прививок совместимости хочу привить персик нектарин абрикос то есть его нужно по двое для персика нектарин абрикоса тогда я взял козьков культуры что есть в заброшенных садах ну естественно не чисто китайские слива потомки китайских слив ну степная вишня она и в африке степная терн терна слива еще раз заброшенный сад этого добра всегда найдете дальше войлочная вишня вот називно так теперь что я выпускаю из виду на данный момент то что касается семечков культуры там ну скажу об этих заброшенных садах ну где-то как по краю леса это тоже вот мы можем встретить одессившую ранетку дикую яблони дикую грушу черёбовку боярышки киргу почему даже вот эти вещи черёбовщик боярышки киргу вот а еще рябину рябину забыл потому что на них тоже можно привозить но вопрос состоит о чем я не забыл что меня спрашивает про совместимость понимаете так все тут идет это самое не дает мне крутиться сейчас секунду подожду а вот так вот остановимся на косточковых значит вы сами сказали что в вашем распоряжении только лес и заброшенный сад я конечно было бы лесно сказать да у меня это самое получая подвое в это в россии ну что делать когда вы сами ограничились заброшенных дачами и лесом и так персик нектарин нектарина такая вещь давайте посчитать персика нектарин держать в уме знаете почему потому что я нектарин у меня сразу как начал мёрзнуть я им серьёзно то мне не хватило руки и он бы точно так же у меня сейчас был бы нет у меня нектарина все знают вот тогда я говорю то о чем это о чем так сказать это самое понимаю персик китайские сливы прекрасно в случае пережимали 40 градусная зима и даже плодоносили я так был удивлен это у меня же свидетель то что он полон тускобела за в лап кандидат наук настоящий полковный ученый и что получается персик на китайских сливах а персик на персик мы даже не рассматриваю то что я показывал начали было 42 не верю даже через москве вторая была статья тоже люди заработали это премии за 27 лет устали согласен но по двое то где взять тогда получается должен по двое другого вида а что получается другого вида что можно найти в диком саду потомки китайский слив у меня получилось получилось фотографию стыдно показывать помните выше крыши сарая то есть не укрыли дальше степная вишня вы что интересует есть такой случай когда степная вишня мои же на и же касанские персики это не высылал связь будет чуть-чуть но что-то дальний восток укропнились правда в теплица теплица но было привито на степную вещи укрупнились четыре раза значит можем если захотим пример отдельная это не обязательно еще исходим степной вишни в россии полно заброшенных садах полно вот это кустарник идем дальше значит если у человека получилось почему у вас не получится дальше чертена слива для меня тертана слива и слива это одно и то же более дико менее дико почти дикая полу культурная то есть все что относится к сливам пожалуйста персик привайте том числе и натерт и наконец вылочная вишня у меня пошло плохо я еще одну попытку там привел по 10 лет двадцать три волосик вишен не полностью то есть ответка шла всегда волосы и вторая персикова на второй год была 8 еще через год 6 еще через год 4 на положение дохлада но это не серьезно все эти годы не терять время а пока живо переносить на следующие поколения это кстати моя не состоящая премия нобельская государственная вот когда-нибудь признает уже не у меня вас так вот продолжайте и мог быть этого человека который задал вопрос так вот случай опять уникальный присылает мне ролик или как там называется фильм броски и василищ он стоит в резиновых сапогах рядом стоит хозяйка в резиновых сапогах 5 или 6 кустов ну не найду я за тролли хотя мне самостоятельно как бы со временем и сейчас конечно скорее всего вот они стоят почти два сапоги резиновые просим в общем можно вот такой глубины и они стоят в этой воде 5 или 6 кустов волосной вишни а на ней примита персик и столько этих персиков вверх до сих пор предлаза бита картина то есть он же мешать друзья может быть у нее повезло тем что вишни тоже бывает раз а может быть персик с другой получается сорт который лучше совмещен или нам получается что про это я фактически сказал что думал теперь абрикос сто раз про него говорили китайские сливы привал век короткий только как называется запасной промежуточное вот зацепиться нашел китайскую сливу да вот нашел степной вещь от еще труднее скорее всего не стал связываться нашел тертым на сливу да волочка тоже может принять абрикос но еще реже она получается ну хотя бы на китайскую сливу и чтобы зацепиться что спасет у сорта несколько лет а потом вырастить по двое уже настоящие они заброшенного сада и тогда абрикос пойдет это не все письмо а я оставил только одну фотографию это сайногорск это примерно два километра до города это озеро карьер где мы купаемся и с удивлением то где-то уцени справа и слева вода живи доказать у вот так вокруг озера вы наплевали эти волосы вижу а вот птицы тут трену садов вообще а вот мы наплевали в общем теперь мы вверх самые степи тут всегда если в городе плюс 32-35 то здесь 40-42 а всегда на несколько градусов холоднее бывает и на 10 градусов холоднее то есть получается что вот пожалуйста собрал себе да вот они по двое уже разно то чего живешь и не бывает и так заканчивается письмо следующим вопросом какие лучше будут подводить для персика абрикоса алыча или слива принципе я еще для меня алыча слива терна слива черный это все одно порядка то есть тут уже нельзя сказать будет лучше алыча или слива сперва вы сельсы сперва вы посадите сперва вы привьете и только тогда узнаете что из этого лучше заранее сказать невозможно еще существует идея индивидуальная переносимость или непереносимость иначе я же привел пример далее востока вот вам пожалуйста два прекрасных примеров на войлочке персик прекрасно плодоносил у одних и персик железово это сказанске которые мужик привел садовок привел на вишню теплое это же урожай прекрасно вот так что я и дальше вы написали спасибо что вы есть пожалуйста вот я подсчет тем что вы меня признаете за авторитетом так секунда я добавлю пресс не совсем здоров так дальше чем дальше тем в серьезе будут и труднее письма итак реку опыт в средней полосе россии после сертификации семена посажены в землю персик тестично не взошел это важное письмо одну часть невзошедших косточек расколол и тут же эти семена посадил семена были живые и среди штук зашло 12 если память не изменяет то есть раскол не помог ему остальные пропали то есть те кто сам расколол посадил только одни ядрышки у него пропали никакой золотой серии нет вторая половина невзошедших косточек зайдет следующем году если больше не сидят а может быть и сам догадался если больше не сидят то есть надежда и все же он расколол но они хоть сохранились теперь дальше по раскол моё мнение если не взошли то нечего танцы с бомбом выплясывать технология расколол посадил хороша для южных регионов съел тут же посадил благо климат позволяет ну слава богу камень не в а вот потому что железо я легче это я правду за свою жизнь расколол для той косточки день добрый валерий константинович у меня возник вопрос на который всегда считал что ответ однозначный однако последнее время стал сомневаться вопрос простой очень будет обязательно брать черенок для привык из плодосящего помещение лет пять и меньше дерева и то есть уже на эмиссию до десятилетий восьмидесятилетие тут вопрос за торги сохранили качеств полевое и сроком начала плодоношения вот так так это вечеринка другая крайность от одного весьма профессионально госсадовода услышал такой подход это заблуждение черенки надо брать молодых деревьев до первого сведения кстати железо так не утверждал молодых да я никогда не делал упор до сведения после сведения слады беру дальше это самое тысами но кто-то от весьма профессионального садовода это явно не до первого сведения надо брать другая крылья только тогда можно получить наиболее здоровое дерево причем отклонение в качестве сроком решения в пределах статистических допущений что такое статистические допущения на вебинарах я много слышал что вы берете чертеж молодых деревьев я считал считался плодосящих можете ошибаюсь ошибаюсь очень хотелось бы услышать развернутый ответ именно от вас от садовода с огромным опытом спасибо за доверие наверняка вам приходилось перевозить из неполоносивших деревьев что можно сказать по этому вопросу особенно важно для семечков сроки начала подращения которых значительно превышает косточково как в этом случае влияет по двое на качество прибою вот так вот по вечерину по двое обязательно окажет негативное воздействие на культурное качество такого прибоя что горит вас многолетний опыт так ну что будем разбираться ребята давайте так дело в том что четкий был бы ответ мой если бы мне был заден вопрос о каких молодых деревьях как бы тот садовод предлагал до отсветения на взрослых деревьях как предлагал митчурин а какие деревьях сельсах это даже сельсов культурами занимались то есть именно сельсия была это скрещивание этого митчурин на этом портил тогда может быть и вещь идет о сельсовом деревьях или все-таки о деревьях которые плодоносят почему потому что во втором случае смотрите помещурина по двое окажет негативное воздействие на культурное качество прибоя тогда надо брать шире и сеансы и не сеансы перед вами привитые абрикосы смотрите внимательно я взял средства не для того чтобы какую-то низкую форму делать все банально просто я взял двухлетнего дерева черенки на прививку естественно он еще не плодоносил сами видите вот почему довольно редкое явление а мы еще на 3 4 и вот получается впереди третий год я уже подчеркиваю свое мнение что я беру не глядя какие будут плоды давайте смотрим и так это недостаток если вы селекционер если вы молодой дерево вот посмотрите что такое молодой дерево да молодой дерево в одном случае оказывает влияние неизвестный нам папа так если это сельсовая или тоже папа но в тот который по двое он уже не сельсовый а вегетативный гибрид получается не сельсовый гибрид а вегетативный и тут и мне приходилось видеть и семечка и косточка которая с первых лет буквально преображается так что крыша едет не похоже на родителя чего добиваются добивался бичурин и многие селекционеры я специально это протеркнулся сейчас истина откроется перед вами во всей карте внимание если мы селекционер то вот этот разброс он обязательно будет он мешает а нужно это качество сохранить помните вот эти 30 лет я уже четыре за последний год два это было про грушу 30 лет и утверждалось это фотография почему-то правда с интернета убивает втором случае это было слива до воду за варианты сорт но был написал 30 лет боролись и победили в этом случае это была золотая медаль за абрикос который будет вот и уровень моего подроса вот но тоже было с брауна и фамилии и все все-все-все-все вот то есть вот это такой нормальный уровень но они сельцами занимались они не привали когда что получили не разбежишься им надо было сохранить эти качества и тут по мичурину взрослому пока она растет все успокаивается устаканивается есть такое слово устаканивается и тогда можно считать что мы рожаем новый сорт то есть вот это вот явление видите который вот не для селекционеров а теперь огромная возможность если высота вот как мы обошли науку вот науке например не мешало бы и не чего же это вот ну например я тот самый показываю вот естественно что это все приведите с непривито процентов 5 там чего-то а сейчас она естественно привитое и тогда получается а откуда они взялись вот понимаете это просто удивительное дело вот я жду эту как и называется телевидение его ужас в этот год самый мелкий были знать почему урожай был невиданный а значит все это было мелко 60 грамм это создано собой смелся а когда даже при нормально выражает бывало вот такое вот смотрите и такие ну это еще мелочь вот я специально не ищу туда глаз глаза разбегаются просто разбегаются глаза вот и такие вот вот а их нету природе теперь вы догадуешься чего я говорю нам ничего не указ по той причине что его задача была именно мичурина вот сделать все для того чтобы качество сантовской не ставился вопрос 100 граммовая плоды как вот эти вот так вопрос не стоял либо какие-то немножко отличаться должен должен да обязательно должен отличаться вот за крупностью не гонится главная качество какие в россии борзостойкой добились молодцы разве я путь но я специально видел мы садоботы вот нам не нужно во первых тратить эти огромные годы там хоть зарплата идет а на то что идет вот пенсия мы же в основном какие-то эти вот и нам обязательно надо чтобы оно само получалось пусть мы не знаем что из этого получится ну вот не знаем и все заранее тем более на одном и том же дерево меняется как ни в чем не бывало несколько лет совсем другое чё ну что мы должны теперь делать а так вот я к чему говорю для нас вот это условие жесткое не существует мы себя можем выращивать и должны выращивать почему там есть свои преимущества дешевизна да ну представьте себе сардинс купить за тысячу за две если он настоящий так или на эти деньги купить его будь здоров там это получается сотню семян и вырастить сад а вдруг он весь пойдут с восемьдесят девяносто огромный сад только заплодоносит на год на два позже а вот такие проблемы значит сергей выпилил это дерево самый вкусный маджорис был выпилил почему другой вопрос места нету так вот мы с вами должны ну вы догадались я долго говорю мы должны брать самых молодых деревьев вот не обязательно все будут такие как я сейчас показал вот но при этом дереве мелочь уже не ждите и если вы здесь уже устаканилось несколько поколений позади вероятность что место 100 граммовых будет 20 граммовое самое минимальное скорее всего 40 грамм 50-60 и я вам докажу ну что увлекаю я вас нет повторяю так внимание и так вот это вот недостаток если вы селекционер это не ваш путь а для нас ну это как сказать они себя оградили флажками есть такое выражение кто-то из моих учеников так и слово применил первое что наука себя оградила флажками а вы Валерий Константинович это флажки не стали ставить все правильно и так огромнейшие возможности если бы не этот самый фото галерея но я же ее не придумал здесь же нет ни одной фотографии с интернета вот а наоборот есть да наоборот есть хотите покажу вот они даже это западной украине вот эту фотографию со мной украли почему я у них якобы саженец купил да и вот они говорят а вот теперь железо прислал нам это да наш саженец железо вырастил вот и вот прислал нам фотографию да только при чем тут и тернопрощины я не знаю вот вот это украдено ну вы понимаете почему вот это украдено прям свинейкой воруют понятно дела ну а как же иначе не обманешь не продашь украдено я почему говорю украдено потому что под эту марку у людей деньги отнимают грубое слово но деньги отнимают так вы поняли что вот это наши возможности возможности уникальные вот тем более уже не с нуля уже зафиксированы многие качества уже зафиксированы извините за длинный разговор да болела а вот с кем еще поговорить и тогда получается следующее сейчас я немножко раскрываю эту тему это у меня таких несколько письмов простите а кто виноват нечего такие письма присылать помичурину не помичурину вот это мое дерево я сразу на третий год его сделал маточным вот это розмарин вот в этот момент я еще не знал с каким шедевром я связался двадцать первый год видите так и написано двадцать первый через год двадцать третьем вы видите маточное дерево которые имеют полсотни черенков которые мы срезали штук двадцать Сергей взял себе или тридцать остальные вырезал я штук двадцать для вас вот и вот они огромное воздушное удовольствие давайте еще раз уже сейчас я резал специальная брестка была так специальная заметьте это еще июнь то есть двадцать первом году они вымахали еще до метра до полутора через год они уже полутора метровые все товарные назовем их товарные я вам их продаю кстати странно что они еще есть у меня значит так покупаете вот третья смотрите опять это двадцатый год двадцать третий год внимание двадцать третий год а теперь смотрите внимательно вот это чудо я вам показываю прям на экране помните привозил и показывал прежде чем съели вот они эти самые розмарин вкусные не обыкновенные первая пятерка а теперь смотрите внимательно вот это штаб да и вот они висят смотрите когда висят 5 октября это я собирал дерево или с под дерево вот вроде так вот так вот так по нижней части они еще на тупорез было с ведро было вот это я для вас и так вот это маточное дерево молодое внимание не скрываю что вы сделали себе я постарался ничего не упустить в своем письме вы сказали что что больше меня касается желательно ответ дать по семечкам потому что они дольше плавалось ну во-первых немного дольше за год на два это не сильно большая разница бывает упрямый сорта и на 6 год и на 8 как-то ждал 9 лет забыл так вот вы видите третий год и пятый год вот это пятый год я к чему говорю во первых не так долго ждать во вторых вот так подаваться по железу какие сорта плодовых есть это не видимо ни ко мне вопрос так этого танка дайте вот этот данил да такой мужик не нравится ой какой фанатик вот явно гигант не смотрит там сейчас общается на канале но это тоже надо так вот еще раз на 5 год но почему здесь вот так много веток уже это было еще поздно прошу году и у нас еще вырастут а потому что я уже с ним связал на второй год я срезал на третий год для чертая наконец-то 5 это план дыши не расскажите вот этим вот что будут гораздо хуже вот эти вот или все таки плоды будут такие вот я ответил на ваш вопрос для меня разницы было по отношению или или за этот способ или по сопло отношения за этот способ для меня главные качественные черенки где дом не изменился вот уже я все время подчеркиваю ребята несколько поколений и теперь страха нет что вы возьмете черенок а там про а он справится это уже дерево на него будет написано розмарин а в расчитывая детка никогда работа проведена уже жду свой миллион долларов потому что мне надо развиваться премию государственную не эту самую не дают я потом покажу какой мне фильтр и грамоту прислали вместе посмеяться надо так что получается скорый час вот пропускаем короче вот если заявлено вот такая фотография такие будут у вас вот еще отпустите дарить кипяточку я так что это уже например то что должны студенты знать преподаватели это могут не знать потому что их этого не учили а теми же прививками сейчас я сколько-то занимается а все если вы видели вот эти 20 грамм шедевры то есть и 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 я начинаю готовиться к вебинару очередного за три-четыре дня вот письма идут обычно это комментарии под моими фильмами и под вебинары кусочками и потом вот уже надо уснуть я не могу подбираю поверьте то что я говорю это не пустая болта мне это все опыт который особый потому что я вижу вещи которые почему-то больше никто не видит это все это правда вот посмотрите вот эта фотография я умудрился сделать так что большинство именно я у него и так растет практически вертикально но я это специально не делал это свойство вот это именно розмарина значит условия природные условия где они живут требует максимальной защиты сам обозначены не самые не самая устойчивая к этому этому это вывод именно к влаге более сухих мест потому что есть яблони разлапистые тем по барабану они влаги не боятся даже это а вот когда мы доходим до груш такое впечатление пока я не родился и не вышел на арену видео в начале журналиста а подписателя потом потом уже вот этого блогера это вообще не знаете кто вот это свойство груш растим вверх и с этим идет дикая страшная я называю звериная борьба ненависть вертикальным веткам а это и есть их душа это есть особенность груш и никой ну и тут я загустил сам это же дерево специально приготовлено для того чтобы стать матом отличается но и меня показывал за все годы примерно сто сто пятьдесят фотографий этих груш вот их обычно пор как этого не знать и применять к ним вот эти страшные приемы вот последний случай то вот он два-три дня назад опять это ведь усадьба не посреди телеканал он стоит двухлетний дерево и дошел чтоб 5-6 лишних лет два года это она и так жиденько ну куда ты еще нет вот ему надо почему вот за эти двадцать три свинутся с деньги возьмется с канала то и подолгу расскажут какая вредная ветка 1 потом 2 потом 5 10 а я уговорю ребята вот и я взять почему еще вот эту фотографию естественно что эти ветки я уже половину откромсал и приготовлю вам продавать это великой один из лучших сортов какие можно представить вот это еще плодики маленькие они увеличатся до вот этих размеров вот это память яковлева прекраснейший сорт а почему еще покажу для меня вот это звучит примерно как ну кроме вот этой технологии что нельзя ветки резать даже я его загустил а получается что буквально но все работа а это два года прошло после 20 и сейчас на нем и я вам показываю я подходил с камеры и снимал крупные продажи здесь примерно больше старше стало через год здесь примерно 58 грядер груш одну крупная борда вот видите а загущение такое же все такой же она совершенно не мешало ему плана лоси ну я почему все скажу почему я подобрал за 21 потому что вы уже поняли и в коем случае а разогущено значит штаб цел до света длинная жизнь нельзя чтобы по штабу текла вода вот это самое главное это еще раз говорю когда-то студент если этого не скажет и лучше всего не диплом что груша особый случай явно него груша мой еще с этим делать нельзя а еще перевожу немножко в анекдот и так значит задаю вопрос это какой-то очередной сайт только туда зашелся на че изволите помните какой-то в сказке двое дворца че изволите я говорю это самое не говоря пишу я посмотрел вашу фотографию из интернета а вашего сада я не вижу а вижу подограда мне нужно знать у вас есть свой собственный сад или нет причем я куплю саженцы ответ один из тех которые войдут то ли в анекдот то ли в эти самое будущее христианате мы не можем сделать фотографии потому что черники срезаем и у нас нет не получаем у нас нет тогда у нас поэтому у нее нет ни одного плода вот это было ну естественно обман обман смешной глупый вот такого же уровня как сколько чертил месяца до конца иглы вот такого же уровня вот примерно а здесь мы имеем 20-20 эти годы дайду не найду 2 раз покажу всем грушах такие же вертикальные еще гуще и в этом году я уже с них срезала это добрую полсотни черенков для вас вот поэтому вот эту тему я не мог пройти мимо нее почему еще потому что начинал я когда еще плоду на ней не было ну на ней весела бирка память я говорю вот пришла пора плодоносит на плодоносила я вас не обманул и до цветения и после цветения одинаково нарезать черенки ну про хитрость питомника я уже вам сказал теперь значит это попалась фотография дело в том что обратите внимание на дату 28 февраля год неважно это значит что я взял сувенир востока и поставил баночку и сказал себе проверим как раз прошли в 19 веке были согласны морозы в 19 веке году и тогда я убедился странички не пострадали и нарезал началом продавать то есть я продал до того но они кончились а у меня трясут а впереди еще целый месяц можно рассылать понятно да так заглянули вот сюда на секундочку буквально я специально показываю только верхнюю половину физиономии наглые глаза и больше ничего потому что постужим так идем дальше поняли да вот этот способ применяйте этот способ еще о чем говорит правильно цветение на многих сливах на приростах последнего года справочек смотришь нет вот ладно когда я сказал себе давайте смотреть еще допустим на песен крупный план вы видите сколько цветов правильно до самых верхушек вот дальше груша лесная красавица а здесь особый случай это все знаете чего я тут разговор не закончил все таки хотя все мне не высказал для меня разница нет но цветение черенки брать или после а для вас в лесной красавицы не одного цветочка внимание а это как понимать у меня есть отдельная подборка не стыдно каждый раз туда лезть и подтверждать того где мелба и сварок и на все на той на той сотни цветочек почек и все на концах веток так вот тогда вопрос возникает как же так ведь они стараются как бы они не годятся на прививку еще это они оказываются уже давно взрослая а мы об этом не знают но я вот подобрал эффектную фотографию поняли да вот пример еще вот это это забор а вы тут вот еще три шага ну короче я со своей территории посмотрите ни одного ни одной веточки для ну я продолжаете буду вечером сказал на пятый год я не могу до конца не довести до ума этот разговор вот ухота в дерево которым примерно 10 лет вы найдите хоть эту веточку а почему и не делал специальная обрезка давно уже за набором в это не моя территория садил то я территория девая соседи того ночи ничего делать не надо и поливать и пожалуйста другое дело что попробовать веточку помечу ли вы чем не легче ему для селекции не надо вот как у меня по 50 это было по 100 черенков брал с одного дерева вот например попробуйте помечу ли поработать примете лена это моя духовная . это совесть а это учеба когда это было двадцать первый год два года назад то есть я учил ее срезать черенки да так срезать чтобы и дерево не навредить и чтобы на следующий год опять видите вот раз два три четыре где левая рука да и вот они вот тут обрезана вот выбросила и мне надо чтобы еще и еще хотя бы пару лет скажем году они будут становиться короче и придет такой момент когда я буду думать оболаживать хотя его всего будет восемь-десять лет но это жертвенное дерево это мать и сидели вот посмотрели а вот персик видите это было тоже двадцать первый год этот персики сейчас сидит и с него не срезаны черенки почему вы уже про это говорили так то честно говоря угробить то его ничего не стоит хотя раз два три четыре пять десять ну 15 черенков рек по 300 рублей 45 тысяч мог бы на нем заработать вот я не могу не поднимается рука хотя он за ищет за эти два года это 21 вот он еще крупнее стал приближаем смерть когда режем вот и когда меня возмутило помните виду 42 достижения нижний тагил вот бы найти бы этот сад и укрывать сейчас нижний тагиле минус 40 сейчас они стоят и не мерзнут вот это бы да вот вот это было бы здорово и пишут резать надо как как ну я видел такие сотни статей у нас сотни обязательно надо выучили все резать так изменить все эти перчики через больше всего резуту что же за такое вот на третий год вот такие приросты вот пропускаем эту тему а вот это интересно смотрите дело в том что долгое будет зависеть и не только от прямой но и от подвое видите руках у моей племянницы юрия сергеевна так значит что у него руках мельниковой двухлетний по двое двухлетний вот с первого года быть такой вот таких корней не бывает она приходится еще до селекции ну а что сделать только когда все равно пересаживать вот первый год понятно пересадка на второй год уже вот такие корни это официально стандартная технология но дело в том что то что идет на продажу рано или поздно корень все равно центральный подвергается калечению частичному и сажению тогда удобство заключается в том внимание посмотрели вот видите вот ну а дальше то что я не собирался вам рассказывать до прививки еще далеко до весны еще не раз поговорим но сам принцип когда бы а вы еще говорим не привитое долго ждать а вы на двухлетний по двое примете и я показывал не десятки вам примеру когда сразу за 2 лета получаем двухлетний дерево с мощной кроной вот такой вот с таким штампом вот этот момент а я просто использую фотографию которая сразу как бы несколько тем другие темы оставляет пока вот тема пленки ну меня вот антону сапроза это будет обидно допустим соте этих самых упаковочек с цветами помню все зиму продаем 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 продать его же а когда теперь их нет и быть не может и не будет вот теперь всем понадобилось тогда я говорю ребята ищите пленку самодельный видео за самодельно даже порезаны мной неровно это не самодельно а это не на гильотине вот а нарезана была так носится и тогда получается что надо искать эту пленку магазинах я пока бессилен тихо мать которые хожу я одет уже несколько лет вот и еще посмотрите вы все время жалуемся за что за то что долго ждать первого рожая и так по двое двухлетка вот здесь вот и прямой веточка взята однолетие ну это уже было взято со взрослого дерева абрикоса на второй третий год уже взрослые и вы видите сразу считает и вы сказали а вам больше интересует семечко культура пожалуйста это еще косточковая это один из приемов но не удержался вот где-то надо будет той показать поняли да смысл вот вот это вот фотография когда мы заготавливать черенки вместе с это самое с Юлией Сергеевной вот согласились что черенки качественные не отнимешь вот знали бы какие я посылках получал так хотелось что не затянешься морду добить тому кто кинул меня и прислал все это дерьмо вот они настоящие вот и наконец значит тема почти закончена и так сердцевой культуры сердце я же говорил подход разный могут быть такие могут быть такие папа неизвестен и вот тут получилось такой особый случай когда у меня банджурский абрикос родители его был взят семечко косточка была взята смотрится так и вдруг он неожиданно дал вот такое это было это позапрошли год а последний год я вот не хватило фотографии этот фильм и вы видели я с дерева снимал вот такие плоды 40 граммовые шикарнейшие с манчжурского абрикоса подчеркиваю с манчжурского у меня одно тогда вот плод носил и первое было уже оно меня шокировало ванчжурец не может быть такой потому что что это ветром надуло надо бы там в потомстве а он сразу такой стал сразу вот сервис а рядом расслуживаю теперь в этом году оба заплодоносили да какие шикарные а это все из фильмы надо бы найти как-то его мартам сфильма фотографии сделать с экрана я поделись его говорю нет вот не было ни одного случая чтобы манчжурец снова стал диким наоборот все сыновья манчжурца вкуснее и крупнее чем сам патриарх понимаете и вот вам еще доказательства 3 до этого года но кто помнит фильм тот помнит вот вот дерево поделим лежат в дереве висят вот эти вот шикарные красавцы а теперь чего я говорю мне зашелся человек который написал а мне теперь чередки с этих деревьев манчжурца выслал 2 выслал и сейчас еще несколько съезжал жду заказы